господи иисусе христе свиньи божий помилуй меня грешного номер 251 события дня первое послание апостола павла петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец время напоминается об этом это все вот эти вопросы что возникают у нас жизни они не стоит даже говорить о них за 19 августа шестнадцатого года далее вступление вот что пишут о человеке который 20 лет разрушал добрые отношения между людьми это не мои ролики я просто взял их таких еще больше как помутнение какое-то он решает кто секта кто нет а сам как раз и является самым главным сектантом сектовед такое кажется специальности даже не было все это продумали в америке заслали засланцев этих они лютуют тормозите чтобы можно было просчитать это заголовки новых роликов какие есть вчера день преображения господне был в литургии после этого свободно мы решили съездить на ягоду каренда называет может быть она по-другому называется крыжовник скрещенный со смородиной и колючек нет такая ягода хорошая ему на своей газели съездили побрали там кое-что засняли показать другим возвращаюсь пошли звонки вот это вот событие уже настоящее а события в том заключается что чьи дети были в лагере я не знаю их как по телефону или по вескописиным приглашает прокуратура женщины в панике потому что знают прокуратура это не защита человека а что-то другое страшное все знают что прокурор участвует в тройках в расстрелах и прокурор требует мало прокурор добавит и поговорки то все говорят где-то прокурор там под топоры не знаю просто посоветую сегодня чем вызывают зачем вызывает собеседование или допрос о детях которые здоровые вернулись по лагерю которого нет это что не чем и заниматься прокуратуре центрального района города барнаула еще не краевая чем это связано или какая-то публикация где-то опять было я ничего не могу понять с этими органами чем они занимаются все везде разворовывается страшная коррупция лоббирует чуждые народу интересы за гранью нищеты и все больше и больше плодят эти органы ездят машины все у них в руках и кого ловят кого сейчас вот говорят вузы москвы колледжи закончились экзамены платные где экзамены и оказались люди все кавказские фамилии и имена эльдары разные амана почему спрашивают и дальше все предано все продано как они граждане страны российской имеет полное право поступать на законном основании сдали или купили там покупается все а чё же не купить почему ему отметку не поставить а он учиться не будет да и многие не учатся в конце саро диплом получит все это делается то есть обман плевета ложь затопило все и где-то просвет если есть живут люди по правде тут они бросаются прямо как хищники расклевывают и закончил работу по прудам этот дорога около пруда внутри у нас 7 прудов оказалось теперь есть есть зачем смотреть где вода рыбу можно разводить и дорога совсем колея не пройдешь там с водой наполненная но нас и сотворили коровы лезут пришлось загородить вчера уезжаю оставляю деньги машины песка 4 до заказали они не приехали я обезопасил батюшки всем пошел сказал деньги да вы вернулись ничего нет почему а у них машины которые в аренду дают видимо или ездят сено вывозят да и то правда а это то подождет а то потом надо думать уже гравия гравия щебня чтобы хотя вот это 85 метров деревне это расстояние для нашей маленькой деревне это как раз в дороге получили смс виталий коленников едет благодарит за все все по-хорошему мирно уехал не беседовали вопросов никаких нету совершенно человек оказался не там где ему надо при этом меняться не думает начинаются конфликты нам это не надо мы его отправили все пока на этом на прошедшие праздники никто не работает это двунадесятый праздник я о нем несколько сказал а на литургии был были кто-то сельское хозяйство занимается и монополия им разрешается работать а воскресенье никому воскресенье христов это как прообразована была ветхозаветия суббота и днем седьмым а это начало новая неделя новый день новый век новая жизнь воскресенье